Здравствуйте! В Московский институт геохимии имени Вернацкого из Челябинска доставили фрагменты метеорита. Метеоритная коллекция института геохимии – одна из крупнейших в мире. В ней почти тысячи метеоритов всех классов и типов. С 1749 года на территории Российской Федерации было обнаружено 133 метеорита. Вот это будет 134-й. В Роскосмосе подвели итоги работы ракетно-космической отрасли в 2012-м и наметили планы на этот год. Главные приоритеты – научная и прикладная космонавтика, эксперименты на МКС и, конечно же, международные проекты по исследованию дальнего космоса. По состоянию на начало 13-го года российская орбитальная группировка включала 75 космических аппаратов. В общем-то, это такая символичная цифра, потому что мы долго шли, и, наконец, вот это вот три четверти от сотни мы перевалили. В этом году у нас задача стоит уйти за 80. Кривая Кеплера-Горка – параболический полет. Названия разные, но смысл один. 30 секунд проверки организма на невесомость в условиях земной гравитации – это одно из главных испытаний в подготовке будущих покорителей орбит. Невесомость. Полет в безопорном пространстве. Любая поверхность может быть потолком или полом. Оттолкнулся и уже на другой стороне модуля. В невесомости космонавт должен чувствовать себя, как рыба в воде или птица в полете. Состояние парения, как птица. Действительно, паришь и летаешь. Ил-76 МДК – единственный тренажер для первого знакомства с нулевой гравитацией. На его борту испытывают самую настоящую невесомость. Создается это искусственно – маневром самолета. Самолет летит по горизонтали, немножко подныривает. Одна секунда, на две небольшая невесомость появляется в салоне. Летчики говорят о том, что начало режима. И потом резко взмывает вверх. И с этой высоты, с этой горки опять ныряет вниз. Горка, параболический полет, кривая Кеплера. 30 секунд без гравитации. Первое свидание с той средой, в которой предстоит работать долгие месяцы. Будущие покорители космоса впервые тестируют свой вестибулярный аппарат на прочность. К невесомости надо привыкать. Такая тренировка вестибулярного аппарата – серьезный стресс для организма. Вот могу описать свои ощущения перегрузки. И меня буквально давливает пол. Я пытаюсь сопротивляться, но меня валит, валит, макает. Трудно поднять руку. Она становится тяжелее в два-три раза. Трудно даже говорить. А когда наступает режим, все тело становится невесомым. И оно не слушается. В голове буквально каша. Любая вещь становится невесомой, ее нужно здесь контролировать. И можно даже потерять ориентир в пространстве. Аааа, как я! Все хорошо, а? В голове будто включается метроном. Он четко отсчитывает секунды, чтобы вовремя опуститься на пол салона. Возвращение гравитации может быть очень жестким. Все эти сложности можно преодолеть. Безусловно, они есть, но без них не обходится. Особенно такая профессия, как профессия космонавта. Невесомость для всего земного – чуждая среда. Человеческий организм на две пятых состоит из жидкости, которая вдруг становится невесомой. Кровь сразу приливает к голове. Первый день был, конечно, тяжелый. Но вот сегодня полеты дались уже гораздо легче, чем это было позавчера. Будущим космонавтам важно не просто адаптироваться к невесомости, но и научиться быстро надевать скафандр. Анна Кикина и Олег Блинов делают это за несколько горок. Подобное действие и на Земле не из легких. Режим окончен. Наступает перегрузка. До следующей горки несколько минут. В эти мгновения Алексей Хоменчук дает советы. Объясняет. Он тренирует Анну, подсказывает и поддерживает. Сам пару лет назад проходил эту космическую науку. Переносить перегрузку лучше всего лежа. Поэтому все устраиваются поудобнее, принимают горизонтальное положение. Пока вестибулярный аппарат не совсем привык, резких движений лучше не делать. Летчики при перегрузках, когда они летают, когда у них перегрузка в направлении голова-таз, они напрягают ноги, и у них еще есть противоперегрузочный костюм. Он как раз сдавливает вас в районе пояса и не дает крови оттекать к ногам. Специалисты отмечают, такой рваный тренировочный полет изнуряет сильнее, чем реальная невесомость. Только в одном параболическом полете таких режимов 10 – просто русские горки. И переход от перегрузки к невесомости и обратно к перегрузке – самый коварный. Начало режима, перегрузка пошла, потихоньку начинает придавливать, придавливать. И чувствуешь, действительно, как даже ткани лица начинают натягиваться. Опять завершается режим, опять прижимает, и прижимает с таким же усилием. Вот эти примерно две единицы, да, они чувствуются, но когда ты лежишь, в принципе, это не так серьезно. Главное в невесомости быть при деле, не слишком погружаться в свои ощущения. Вот, к примеру, наш оператор. Ему просто некогда думать о своем состоянии. Камера в руках и деваться некуда, надо снимать. А он вовсе не космонавт, хотя и прошел специальную медицинскую комиссию. Однако при деле и невесомость в радость. Игра в мяч, передача груза – все эти навыки космонавтам предстоит применить в реальной невесомости. Разгружать корабли «Прогресс», устанавливать и передавать боксы с аппаратурой и оборудованием. Если мы сейчас кинем, он по параболической кривой упадет в другом месте. Если в условиях невесомости, как мы зададим ему импульсы, по такой траектории он и полетит. Одно из заданий в невесомости – научиться пить воду. А куда же без воды в космосе? Причем здесь она очень вкусная. Как пить воду в невесомости и не сразу сообразишь. По привычке тянешься к бутылке. Надо просто выдавить и поймать водяные шарики в невесомости. Отсутствие гравитации длится не более 30 секунд. В общей сложности за один полет около пяти минут свободы от земной тяжести. Но только здесь можно понять, сумеет ли будущий покоритель космоса жить и работать на орбите. Подобные испытания проходят все, кто мечтает поколить настоящий космос. В начале марта 1781 года английский композитор и астроном Уильям Гершель открыл седьмую от Солнца планету – Уран. Однако прославился Гершель не только этим. Именно он придумал термин «астероид», что означает «подобной звезде». Долгие годы Гершель состоял в астрономическом сообществе с необычным названием «Небесная полиция». По его предложению для поиска новых космических тел ученые разделили небосклон на участки наблюдений. Так были открыты крупные астероиды Юнона и Веста, которые, к счастью, Земле не угрожают. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова